Мужчина, я вас закрываю в порядке. Видимо, его доводов не разделил. Владимир Вольфович, недолго думая, стал кричать те же слова, что и обычно. Я тебе морду разобью и что-то подобное. Ну, я, как в прошлый раз, сказал ему, попробуй. Он как попробовал? Набрал полный рост слюны и попытался плюнуть мне в лицо. Мы ничего не устраивали. Он напал нас. Савельев этот мерзавец. Он нанес удар. Мы ничего не делали. Так кто драки начинает? Вы опять говорите, драки. Причем из драки. Мы в качестве протеста покинули зал заседания. И тот и другой уверяют, что начал не он, а противник. Но на кадрах все видно. Выручать Жириновского первым ринулся его бывший охранник, а теперь депутат Сергей Абельцев. Но Савельев ловко увернулся. Как он признался позже, помогло давнее увлечение карате. Жириновский пробежал по спинкам кресел и решил прыгнуть на меня сверху. Я его поймал и уложил под себя. И тогда наградил его тем, чем должен был наградить. Когда у меня произошло столкновение, их было несколько этих столкновений с Жириновским в Государственной Думе, и когда он получил по сусалам, его готовы были депутаты, даже Единая Россия, ну, по крайней мере, снять с поста вице-спикера Государственной Думы. Но позвонили из Кремля и сказали, вы что? Нет, это нам очень нужный человек, это очень ценный для нас человек. И тут же развернули ситуацию в прямо противоположную сторону. И тогда был председатель комитета по регламенту, который потом стал губернатором Рязанской области. Ковалев, он тут же развернулся. Вот только что он говорил, что вот все, и он почувствовал вроде как начальство, сидящее в президиуме, крайне недовольно произошедшей потасовкой. Действительно позорная штука. На меня нападает сразу несколько человек. Я раздал в разные стороны такие приличные оплеухи. И начинает сначала говорить, что надо разобраться, Жириновского лишить, не только лишить слова за хамство, выходку, но и надо убирать его. Ну, как только позвонили, он развернулся сразу в противоположную сторону. Да нет, все не так однозначно, на самом деле Савельев сам виноват. Вот это он начал, и пошла вот эта детская говорильня. И вместо того, чтобы вообще снять из политики, то есть совершено хулиганское действие в составе группы, циничное, с особым цинизмом, прямо в зале заседания Государственной Думы, Генеральная прокуратура должна была возбудить уголовное дело, злостное хулиганство, Дума проголосовать за санкции, за снятие депутатской неприкосновенности, и нет Жириновского, вообще его нет. Вот в 2005 году его могло бы не быть. Все основания для его удаления с политического поля были. Но нет, удалили на самом деле, меня удалили с политического поля. Вот я с 2007 года, ну, можно сказать, под запретом, с 2014 под запретом, под тотальным запретом средств массовой информации, ну, а вот с 2007 года меня никуда не пущать. Такой принцип. На мне галочку там, или напротив моей фамилии галочку поставили. А Жириновскому продолжили вот этот, проложили снова ковровую дорожку во власть, и он постоянно здесь присутствует. И сейчас этого старого гомосексуалиста используют для того, чтобы лить грязь на Павла Грудинина, народного кандидата. Единственный человек, за которого можно проголосовать на этих выборах, Павел Грудинин. При всех «но», при всех там сомнениях, при сомнениях в том, что выборы будут честные, но все равно подавляющее большинство пойдет на выборы. Всегда явка на выборы президента очень высокая. Впервые за более чем 20 лет на выборах появился человек, за которого стоит проголосовать, ну, потому что это просто обычный человек, он плохо готов к выборам, он ошибается, он плохо говорит, он некоторые темы пропускает, но он готов работать со специалистами, сам об этом неоднократно сказал. На выборах ему просто вот некогда, я надеюсь, что все-таки как-то ему начнут подсказывать, может быть, и я там где-то рядом в этой команде народных лидеров тоже смогу что-то ему сказать, подсказать там по русскому вопросу, по миграционной политике, по демографии и так далее. Есть целый спектр вопросов, ну, которые он просто профессионально никогда не касался, и в своей жизни эти вопросы никогда не обдумывал. Но это простой обычный человек, никакой не миллиардер, обычный предприниматель, успешный и совестливый, который вложил деньги не в свое благосостояние, не в какую-то там виллу на Канарах, а построил, ну, небольшой такой островок для своих сотрудников, для своих друзей, ну, которые, в общем-то, все его сотрудники и становятся его друзьями, его большой семьей. Это нормальное поведение честного человека, который даже в бесчестной ситуации создает какой-то остров стабильности и справедливости. И мы должны на это среагировать. Вот этот остров должен разрастись до границы России, а может быть и дальше, если нам доведется объединять Украину, Белоруссию, Казахстан, может быть, другие какие-то еще государства. Но вот эти-то уж точно должны войти в состав большой России. Есть четкий совершенно выбор. Антиолигархическая политика со стороны Грудинина и его команды, которая включает национал-патриотов, а вовсе не одних коммунистов, и политика Путина, и всех прочих кандидатов, которые вывезли на выборы, именно для того, чтобы не позволить совершиться мирной законной смене власти. Голосуйте за Грудинина.